Террорист в погонах. Сотрудника полиции обвиняют в ложном сообщении о бомбе. Однако сам обвиняемый утверждает, что его подставили его же коллеги. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. 10 октября 2012 года Серика Бесимбаева поместили в следственный изолятор. Обвинение предъявлено сотруднику Новомайкудукского отдела полиции, телефонный терроризм. С телефона Бесимбаева поступил звонок в Центр временной адаптации и реабилитации с сообщением о заложенной бомбе. Задержанный виновным себя не считает. Более того, родная сестра Бесимбаева утверждает, что ее брата подставили. Это кто-то взял и его подставил. Кто-то оставил свой телефон на зарядку в комнате отдыха. И кто-то в этот момент воспользовался его телефоном и позвонил в ЦВАК. Бомба заложена. В день, когда поступил звонок, задержанный находился на рабочем месте на дежурстве. Подтвердить его присутствие могут все коллеги. Зачем молодому полицейскому, у которого семья и двое детей, баловаться с телефоном, остается с загадкой. По словам Жанар Бесимбаева, Серик всегда отличался довольно серьезным нравом. Нет, он вообще у меня серьезный. Я даже могу показать его достижения. Он у меня мастер спорта. Пропагандирует здоровый образ жизни. С малых лет, со школ он занимается спортом. У него много грамоты, много награждений. Даже благодарственные письма от начальника ДВД нашим родителям. Наша семья вообще воспитанная. Жанар уверена, на ее брата оказано давление. Вообще дело следовали 3 месяца 28 дней. Они не могли найти крайного человека. Через 3 месяца, 28 дней только, они закрыли моего брата. Оттестовывали внутренние органы, начальники ДВД вызывали моего брата и требовали, чтобы он признал это дело. Если он не признает, ему будет плохо. Сегодня уголовное дело находится на рассмотрении. Скоро станет ясно, виновен ли Бесимбаев злорадной шутки. На сегодняшний день уголовное дело на стадии завершения предварительного расследования. Идет ознакомление с материалами уголовного дела, согласно составленного графика. После чего уголовное дело будет направлено через прокуратуру в суд. А Жанар остается только надеяться, что справедливость восторжествует. Плачет. Я не виновен. Я же здесь сижу, надо мной даже, со мной сидящие смеются. У тебя детская статья. И вот по его просьбе я обращаюсь по всем телеканалам, везде пишу, по всей инстанции. И буду писать, и буду доказывать, что мой брат не виновен. Айда Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.